Если вы смотрели выпуск новостей в пятницу, то для вас все то, что происходило последние дни с КПРФ, не стало сюрпризом. Ну, потому что я вам тут не просто новости пересказываю, да, я все-таки стараюсь делиться какой-то аналитикой. И поэтому вы о каких-то вещах узнаете заранее. И заметьте, все это без обряда 33 короля. В общем, на этой неделе полномасштабно начали зачистку от КПРФ на предстоящих выборах. Что, собственно, происходит? А происходит очень простая вещь. Рейтинг партии власти очень низок, поэтому они боятся сильных кандидатов, причем кандидатов, которые не только, ну, знаете, как вот по умному голосованию голосуем за, там, неприятных людей, потому что только они могут составить конкуренцию Единой России, не дать ей взять большинство, да, то есть задача в том, чтобы они, там, крыться внутри себя начали. Нет, речь идет о кандидатах, которые, ну, при том, что они, там, допустим, входят в КПРФ или аффилированы с ней, у них есть независимая и, собственно, достаточно оппозиционная повестка. Такими кандидатами являются и Павел Крудинин, который открыто называет Алексея Навального политическим заключенным, и Николай Бондаренко, который тоже высказывается в пику власти, без всяких, там, коммунизмов, колхозов и всего остального, и уж тем более Сталина. И вот именно по этим кандидатам сейчас работают активнее всего. ЦИК снял с выборов Павла Грудинина, причем сделано это без каких-либо вообще оснований, и, знаете, более того, самое во всем этом удивительное, что формально, если мы, вот, возьмем аргументы ЦИКа, да, про то, что у Грудинина, там, офшоры есть, то, что он какими-то компаниями владеет, то, получается, они должны посадить сами себя, то есть Элла Памфилова должна посадить саму себя и всех своих помощников за то, что они допустили Павла Грудинина к выборам 2018 года в качестве кандидата в президенты. Ну, потому что это их упущение, получается, это, получается, они прошляпили, и, значит, ну, кто-то должен понести ответственность. Но, конечно, мы понимаем, что никто ответственность не понесет, и, конечно, мы понимаем, что, ну, никаких там офшоров, всего остального у Павла Грудинина нет, по крайней мере, никаких убедительных доказательств не предоставлено, просто его бывшая жена сказала, «Эй, слушайте, у него есть офшоры», и ЦИК такой, «Да, мы уверены, мы уверены, вот, значит, убедительно доказали нам, что у Павла Грудинина есть офшоры». Не то чтобы персона Павла Грудинина как-то вам не отзывается, но совершенно очевидно, что это человек популярный, популярный человек, который даже поплатился за свою внезапную, надо сказать, популярность тем, что после того, как были выборы президента, где он набрал много голосов и занял вторую строчку, собственно, на него покатились всевозможные иски и все прочее, от каких-то сотрудников, несотрудников, еще что-то, в общем, его начали мочить, так бывает, когда видят, что, ой, какой-то человек обретает субъектность и начинает быть вот прям политиком, не просто спарринг-партнером для битья, да, а прям вот у него есть какой-то электорат и все остальное. А но проблема в том, что как бы вы к нему ни относились, власть снимает его по абсолютному беспределу и лишает не его возможности избираться, не за это надо переживать, она лишает возможности граждан голосовать за того, за кого они считают нужным. Причем не обязательно персонально за Павла Грудинина, не важно, там просто кто-то хотел, чтобы его выдвинули, кто-то хотел голосовать за этот список, и вот как раз избиратели лишают возможности для того, чтобы выразить свою точку зрения. Причем, заметьте, КПРФ не является какой-то там, я не знаю, несистемной партией, которая там регулярно требует Путина в отставку, нет. Это люди, которые знают правила игры, это люди, которые встроены давно в вертикаль, но даже у них разгоняют кандидатов. Настолько власть чувствует себя неуверенно на предстоящих выборах. И мы это видим и по рейтингам, да, мы смотрим их динамики, а не на цифры, и мы видим, что люди все меньше и меньше готовы поддерживать Единую Россию. А значит ли это, что все нарисуют? И да, и нет. Рисовать можно, фальсифицировать можно, Единая Россия много этим занимается. Собственно, в 2011 году этим и были вызваны протесты. Но дело в том, что фальсифицировать не настолько просто, как принято считать, да, для этого нужно что-то переписывать, что-то куда-то вкидывать. И поэтому мы видим, что всячески власть пытается максимально дать себе возможность для того, чтобы легче вкидывать различные голоса. Трехдневное голосование, большая надомка, странное электронное голосование, а теперь отсутствие доступа у обычных избирателей к камерам наблюдения, которые с большой помпой запускал еще Владимир Путин и говорил, гордился тем, как значит он будет запускать вот эти камеры для наблюдений, что теперь каждый сможет убедиться в прозрачности и честности выборов. Но, в общем, не сможет. Фиг вам. Потому что, как бы, идите к черту. Вот почему. Собственно, Памфилова примерно в таком духе отвечает. Вообще, отдельная история – это деградация Эллы Памфиловой. Когда-то она считалась демократом, считалась приличным человеком. И на нее возлагалось много надежд, когда она сменила Чурова на посту, собственно, председателя ЦИК. Говорили, вот Чуров, он там фальсифицирует, там, да, его назвали волшебник Чуров. И вот придет Памфилова, она-то, значит, сейчас покажет. Я этих надежд не разделял тогда, когда она приходила, потому что в России есть такое правило, что кто бы ни приходил вместо конкретного чиновника, будет обязательно хуже. И, к сожалению, хуже случилось. Такого масштаба фальсификации, такого поведения ЦИКа, как при Элле Памфиловой, в России не было никогда. По крайней мере, в современной ее истории. Это навело меня на мысль сделать отдельный ролик про, так сказать, путь Эллы Памфиловой от приличного человека к тому, что мы видим сейчас. И, собственно, в интернете активно обсуждалась ее жалоба на жизнь. Она объясняла свои незаконные, противоречащие интересам граждан и страны действия тем, что она защищает страну от развала. Вот как-то, если бы она не сняла Грудинину по беспределу, то, видимо, страна бы развалилась. Ну, собственно, вот этот фрагмент. А вы гордитесь тем, что вы делаете? Вы довольны? Да. Знаете, почему я горжусь? Я скажу, почему. Потому что я жизни не вижу сейчас личной. Я здесь проводаю, извините, слушаю со всех сторон демагогию и ложь. А я горжусь тем, что я пытаюсь способствовать тому, чтобы страна не развалилась, не раздербанная страна, чтобы стабильность была, чтобы люди наши жили нормальные. Какая стабильность? Мы вымираем и в нищете. Какие лет потрачены моего здоровья на то, чтобы очистить комиссию всех уровней. Я знаю, что бывают нарушения. Бывает. Но их стало гораздо меньше. Потому что это мои нервы, мои силы с моими коллегами. Вы не представляете, вы не знаете, насколько тяжело это все проводить. Но это делаем. Перестаньте врать и делайте то, что надо. А я горжусь тем, что я делаю. Продолжение следует...